как живут люди в крыму вопрос который сегодня интересует многих людей в разных странах и мне захотелось показать чем и как сейчас живет крым без политики без призывов и без каких либо акцентов все просто на бытовом уровне я пробыл здесь 14 дней и за это время проехал все южное побережье познакомился с интересными людьми с павлом и дарей павел делает крутое вино и я приехал к нему в гости на производство но это не то чтобы производство по факту он здесь живет выращивать виноградники и здесь же делает вино а дарья ведет блог о крыме она родилась в крыму и довольно четко рассказала мне о том что сейчас происходит здесь если вы думаете что на этом как бы все то нет конечно расскажу вам о невероятных местах которые были на моем пути я покажу вам жилье в которых мне повезло остаться это и правда незабываемые места с видами на горы море да и просто классные квартиры обсудим ценообразование и безопасно ли сейчас ехать в крым ну а начнем с того как и сюда добирался маршрут сейчас сюда я вам скажу не из приятных аэропорт симферополе закрыт в краснодаре тоже и ближайший вариант это сочи конечно нужно понимать ваш будущий маршрут самому крыму но примеру если вы едете просто поваляться на пляже с несколькими вылазками на экскурсии то можно поехать и на поезде из москвы и питера и других городов ходят прямые поезда ехать чуть больше суток у меня же был план другой повидаться с отцом в краснодаре взять авто и проехать крыма от востока до запада поэтому мой вариант это самолет да давайте я сразу познакомлю вас с моей любимой женой дашей и если буду говорить о ценах то имейте ввиду что все это было за двоих я летел из питера с пересадкой в москве в сочи билет не обошелся в 49 тысяч рублей в обе стороны по прилету у меня был план сразу сесть в ласточку и поехать в краснодар но как бы что-то пошло не так мы перепутали вокзалы сочи адлера и в итоге приехали не на тот вокзал как мне сказали мои подписчики в телеграм это частая ошибка в итоге деньги в трубу и пришлось покупать новые билеты и заодно провести полдня в сочи счастью погода была отличная и мы просидели возле моря и даже не заметили как прошло время целом туда-обратно ласточка обошлась мне в 4000 рублей прибавляем также жилье в краснодаре в обе стороны около 6000 рублей только на базовую дорогу я уже потратила 60 тысяч а это только начало кстати финальную стоимость поездки я озвучу где-то в конце видео далее мы брали авто в краснодаре и погнали в крым и того полтора дня добираться до моста кстати ссылку на прокатную кампанию я оставил в описании к видео я взял такой большой киа sorento это в целом и для длительного пути довольно удобная и в целом он довольно высокий сутки и он стоил около 5000 рублей были варианты дешевле типа дастера но мне был комфорт важнее в итоге стоимость за авто со всеми страховками почти в 100 тысяч рублей а теперь о крымском мосту самом деле в крым сейчас достаточно сложно попасть нет самолетов и даже до краснодара нет самолетов получается нужно лететь именно в сочи но важный момент что сейчас в крыму получается перед заездом в крым на мосту будут досматривать и досматривают только легковые машины потому что грузовые уже не ездить здесь меня пугали на самом деле думали что здесь но все говорят о том что здесь очень большая пробка но мне повезло сегодня у нас получается по дню недели четверг по времени 6 почти пол шестого вечера и практически вообще никаких машин то есть и буквально с 10 минут прошел здесь проверку рентген делали всех моих вещей и в принципе поеду сейчас дальше по крымскому мосту уже в сторону керчи вот но знаю что здесь могут быть утром очень большая очередь вечером тоже могут быть в общем наверное больше связано с выходными и будними на на днями типа понедельника и так далее поэтому ориентируйтесь вот на времена что желательно в такой прям часовой пик наверно не ехать лучше сюда потому что будет очень-очень много людей а так вот вам намек по сути четверг 6 вечера вообще абсолютно свободная свободный проезд поэтому едьте сам мост и проехал без проблем и практически на закате приехали в первое место моей ночевки это восточная часть крыма поселок казантик но об этом месте давайте немного позже а сейчас я хочу познакомить вас с моим первым героем это павел швец довольно известный винодел я познакомился с ним довольно просто перед поездкой в соцсетях искал гостей а так как крым очень известен своими винодельнями то павел попался мне достаточно быстро в рекомендация чем он мне показался интересным первое ну то что это в первую очередь семейный бизнес говорить об огромных объемах производства не приходится отсюда мы получаем реально крафтовый продукт ручной работы и соответственно ценник примеру бутылка такого вина стоит в среднем 5-6 тысяч рублей нередко вино павла доходит и до 15 тысяч рублей за бутылку второе это то что павел ведет бизнес в крыму и мне было действительно интересно узнать как сейчас обстоят дела ну и третье павел ремесленник он очень круто разбирается винограде и в способах изготовления вина так как сам работает руками на своем участке ну и живет конечно здесь же вот в таком доме с видом на свои же виноградники но давайте послушаем все-таки его а не меня у нас 12 гектаров виктор дает это 5000 бутылок и мы в год делаем от 50 до 60 тысяч бутылок много наименований вин много сортов винограда много разных там агротехник технологии экспериментов то есть очень много такого штучного интересного вина но нацелено мы в первую очередь на людей хорошо разбирающихся в вине потому что у меня у самого большой опыт я 15 лет проработал семье и я была винторговая компания я вводил вино из европы в россию всю жизнь занимаюсь собственно дегустацией и общением с виноделами и когда-то увидел модель небольшого такого семейного небольшого предприятия в европе подумал что я очень хочу в своей жизни такого купил землю поставил виноградник и вот мы там медленно строили этот завод и так далее то есть у меня нет здесь ни кредитов ни партнеров то есть это делаю самостоятельно я же здесь главный агроном и винодел но я купил землю в 2006 в 2008 посадил лозы вот именно этот виноградник в 13 мы сделали первую партию вина то есть долгий процесс на самом деле я все делал вначале как говорят из говна и палок то есть я купил землю она тогда очень недорого стоило и заказал лозу посадил сначала 4 гектара потом купил оборудование потом пресс пару емкостей душность причем я это оборудование расположил нас на другом предприятии у которого была лицензия и своего винограда это предприятие делал вину вырученные деньги реинвестировал сюда это каким образом расширялся 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 до вот такого размера который у нас есть сейчас больше мы не хотим ничего делать крупный масс-маркет то есть все это или нет совершенно нет вот а по поводу того почему здесь на самом деле ну я понимаю что вы не погружены в мир вина но святом что у каждого участка земли есть определенный потенциал для создания качественного вина то есть и мы вот этим как раз очень запарено совокупность всех факторов которые влияют на качество и стиль вина в конкретном месте называется терруар и у каждого терруара есть свой потенциал и те сорта винограда мы выращиваем я считаю что он именно здесь я искал такие земли такие условия для того чтобы выращивать хорошо пенонуар это конкретно сорта винограда конкретной стилистике еще много других сортов потому что я не знал изначально получится у меня пенонуар идеально или нет поэтому вначале посадили много сортов а сейчас все-таки уже большая часть у нас пенонуара мы понимаем что по вкусу вот французские там вина там из бордо они вот такие из бургундии такие из чили они вот такими такой-то стилистикой обладают а в бургундии например где пенонуар только растет и 600 лет региону там огромное количество разного вина и все оно красное все из одного сорта по одной и той же технологию но при этом если на который стоит несколько тысяч евро за бутылку если в дружат 5 евро за бутылку но 5 уже конечно нету но суть том что совокупность как раз природных условий сорта винограда желание человека который это все делает до приводит к тому что вина имеет огромнейшее разнообразие больше палитру это вариативность она очень большая но самое сложное то что у меня не было опыта совершенно никакого то есть это дело тут же набивал это шишки себе и не с кем было сравнить с кем было пообщаться то есть я даже специально для этого но одна из целей открыл винноторговую компанию которая возила вино из европы в россию для того чтобы иметь в друзьях каких-то виноделов которые могут в какой-то сложной ситуации как чувак делай так мы до сих пор с некоторыми поддерживаем отношения то есть не было знаний совершенно никаких и опыта это база которого на работа в советском союзе она тоже была неприменима потому что совке важно было сделать дешево и много то есть мы же совершенно другой с другим подходом сюда пришли даже когда я показывал проект на бумаге советским специалистам они говорят огород хочешь посадить здесь гектара вообще что такое это не окупится никогда в жизни понятно в общем это знание в первую очередь второе отсутствие специалистов всегда мы были в жесткой экономии денег потому что повторяю мне важно было остаться семейным предприятием и свободным что ни с кем ничего не согласовывать что мне было никаких партнеров которые на тебя палкой тыкают гор делать так делай сяк мне это вот важно было очень ну конечно у нас нет никакого оборудования конечно все эти слозы они покупали за границей конечно все это очень сложно все эти пошлины это в транспорт сейчас у нас нет никаких обслуживающих компаний вот я у меня просто ярчайший впечатление у нас на предприятии работают 35 человек 5 из них там бухгалтерия 6 винограда и там есть механизаторы трактористы там водители крыши дофига людей которые которых нужно администрировать и мы делаем 50 тысяч бутылок вина то есть это и длине для нас гектара а вот я недавно был в коньяке на предприятии тоже мой друг семейное предприятие они делают миллион бутылок коньяка коньяк вообще-то делается виноград такой же да то есть он же надо делать тихое вино превратить спирт этот спирт нужно выдержать в бочках и потом только разлить еще приклеить этикетку и продать то есть там очень долгий сложный путь намного больше как бы этапов даже чем у нас и все очень строго там регламентированы и так далее и у них работает 22 человека понимаете автоматизирован и аутсорс бухгалтерии нас нет какой бухгалтерии у нас есть фирма которая обслуживает где ваши трактора и плаги у нас нету у нас мы приглашаем фирму она приехала взяла работы уехал мы заплатили из них вот шесть человек работа на линии розлива 5 человек в продажах ну это какие-то менеджеры и так далее они восьмое место девятое занимают из всех производителей коньяка потом хэн и серами курозе мартеля то есть крупные реальные предприятия 22 человек в штате у меня 35 и не за то что мы рукожопые какие-то просто ничего нельзя отдать то есть вот в развитом регионе винодельческом в той же европе то там все за тебя сделают то проплате деньги приедет фирма разольет за тебя вино то есть приедут наладят там трактор твой настроят и сделают работу на поле приедут люди обрежут виноград приют соберут то есть ты просто сюда закладываешь эти цифры в стоимость вина и там все окей здесь же нужно менеджерить этих людей нужно научитесь текучка они никакого образования нет и попробуют я вместо того чтобы реально осуществить свою мечту один берет значит на поле ходить на 4 дошли работать физически мне приходится здесь с каждому этот хвост и накручивать как-то мотивировать людей и работать с людьми вместо того чтобы работать физически что о чем я мечтал помните я говорил что первое место в крыму где и остановился это поселок казантик здесь у меня был домик с видом на море с каким-то невероятным видом но местах где жил и сколько все это стоило у меня будет немного дальше выпуске здесь же я остановился неспроста одна из точек моего маршрута были вот эти пляжи называются они генеральские генеральские пляжи располагаются недалеко от керчи или как еще их называют побережье тысяч бухт представляют собой красивейшие бухты на азовском море окруженные скалами от трассы таврида ехать к ним примерно 40 минут помните я говорил что взял большое в том вот как раз для этих поездок то что доехать сейчас до этих пляжей можно только вот на внедорожнике небольшом но на самом деле вот не киа соренто и я в принципе нормально не проезжаю единственное конечно но здесь достаточно сухо а если бы здесь конечно прошел дождь там было бы месиво поэтому нужно иметь ввиду что сюда лучше ехать но не после дождя вот а так места конечно классные но в принципе довольно нормальная дорога можно проехать но не на низкой машине вот но вот эти степи такая вот такую простору конечно привлекает внимание и это очень красиво выглядит честно я вообще обожаю степи и мне наверное нужно закладывать больше времени для таких поездок потому что я как сумасшедший все время торможу и выбегаю посмотреть здесь конечно же действительно бухты на каждом шагу и даже не знаешь какой подойти в первую очередь это что-то невероятное мощь красота просто сносит голову я стоял на возвышенности и чтобы ощутить на себе силу природы побежал в море а здесь оказывается не просто пляж здесь песок усыпан ракушкой получается что это ракушечный пляж я поэтому обожаю ездить в так называемый не сезон так как именно в это время можно насладиться местами просто никого вот прям совсем никого хотя летом здесь огромное количество палаток и людей сейчас просто одиноко стоит столик с навесом где прям отлично можно расслабиться под шум морем и впитать в себя всю эту энергетику мне кажется я понял почему такие места привлекают людей на медитации ретриты я прям сам просидел на это лавочке минут 30 и хочется показать вам места которые но лично для меня эти места вызывают какое-то состояние эйфории что ли я вот тут бегал по пляжу никого сейчас нет нет сейчас туристического сезона чисто свободно и ты как знаете бегаешь один по пляжу как как дурак какой-то просто кричишь я один я один и это состояние просто какое-то у тебя вот не знаю ты валяешься просто бросаешься ложишься на пляж потом побежал ложишься на какой-то траву бегаешь по этим скалам как ненормальный и все это в каком-то таком эйфорическом состоянии и я хочу передать вам думаю я смог погрузить вас в мои эмоции и вы сюда обязательно приедете а теперь хочу рассказать где и в каких местах мне повезло ночевать вообще в таком месте как крым жить в обычных отелях как-то скучновато да и в целом вы всегда сможете их найти самостоятельно а я хочу поделиться с вами необычными ну прям чтобы кайфануть от крыма на все сто процентов ссылки на все местам я оставил в описании там будут еще и посты с обзорами на моем telegram здорово будет если еще и подпишитесь туда на что я обращаю внимание при выборе жилья первое это комфорт второе вид третье конечно же цена все места в этом списке в среднем от 6 до 10 тысяч рублей в сутки первое место находится в селе щелкин называется морская резиденция это такие домики из окон которых открывается вид на море здесь есть свой пляж пирс где можно погулять территория закрыта есть парковка и много чего интересного другого вторая локация в алуште представляете на склоне в сосновом лесу расположили домики сделали дорожки видовой ресторан но самое главное в домах есть выход на балкон а здесь просто невероятный вид на море вообще невероятный вид будет звучать частенько моем видео следующая локация уже в горах это небольшой семейный проект который расположен в богатом ущелье на возвышенности с видом на горы здесь прекрасное нетронутое место утром можно встречать невероятные рассветы наблюдать как пасутся животные на склонах проект называется шепот трав это один из самых запоминающихся в моей поездке конечно были и обычные апартаменты с красивыми видами но эти оставили максимальное удовольствие теперь мне хочется познакомить вас еще одним героем это дарья с ней я познакомился в поездке на байкал она сама живет в крыму и ведет небольшой блок о крыме ну и конечно я решил расспросить ее что и как в крыму с точки зрения местных я в крыму живу всю свою сознательную жизнь это уже 34 года видела все этапы этой истории да на протяжении этого периода времени событий происходило много вот жизнь менялась и меняется до сих пор многие задают вопросы по поводу работы жилья в крыму как вообще протекает да простая обычная жизнь что могу сказать сейчас такой период еще становление крыма в составе россии очень все быстро меняется приходят люди новые уходят люди новые однозначно сравнивая крым до 14 года и сейчас могу сказать что развивается он конечно большими темпами очень много строят дорог как говорится империя славится своими дорогами и это важно сейчас вот что меняется в жизни простых крымчан и тех кто переехал у нас если ты переехал в крым год пошел уже волком ты уже крымчанин потому что все мы здесь немножко по наехавшие там и так суть им вот по поводу работы работы много но платят за нее в найме не так уж чтобы можно было шиковать да в крыму чтобы жить обязательно нужны деньги это вот было и в украинские времена и в российские это однозначно чтобы полностью прочувствовать жизнь надо здесь иметь хороший доход если работаешь в найме то средняя зарплата примерно составляет ну где-то 30 40 тысяч вот а чтобы хорошо себя чувствовать в крыму нужно иметь доход но от 70 и выше это вот так вот чтобы можно было себе позволить съездить отдохнуть здесь вот и заплатить за жилье за аренду или коммунальные услуги по продуктам в принципе ценник средний как по всей территории россии фрукты и овощи особенно сейчас есть даже не в сезон хорошие где-то годов наверно с 2016 в крыму активно стали строить много теплиц и теперь у нас не турецкие овощи и фрукты а свои крымские по поводу недвижимости в крыму очень многих тоже интересует этот вопрос потому что первое что здесь нужно обзавестись своим собственным жильем базовый ценник допустим на двушку у нас в симферополе да я живу в симферополе сейчас стартует от 5 6 миллионов это квартира даже не в центре где-то на окраине симферополя коммунальные услуги я сравнивала с крым с другими регионами пока в принципе нормальные за двушку где-то около 4000 месяц платим это уже с отоплением как сказать в круговую вот в городах курортных там ценник на жилье немножко выше сразу можно прибавлять 10-20 процентов примерно от стоимости квартир в симферополе вот очень много новостроев сейчас как и в центральном крыму так и по южному берегу но там надо выкупать квартиры еще на этапе закладки котлована тогда будет нормальная цена если брать позже уже инвесторы выкупают целыми подъездами и понятно накидывают свою комиссию но кстати на этапе закупки как на этапе строительства котлована стоит уже очередь с инвесторов и многие говорят что надо влезть в эту очередь чтобы купить на этапе начала строительства а теперь касаемо изменений на которые обратил внимание я для начала хочу сказать что был здесь в 2014 году первое на что вы в любом случае обратите внимание это на ремонт дорог про всем известную тавриду говорить не буду хотя это великолепная трасса которая практически соединила восток и запад крыма и теперь от крымского моста к примеру до евпатории ехать но всего три с половиной часа дороги делают везде даже в самом небольшом поселке они либо уже сделаны либо идет ремонт построено много современных домов гостиниц стильных глэмпингов также стройка повсюду много классных ресторанов пекарень кофе и ничего раньше вообще не было сколько появилось парков стильных набережных все стало как-то современнее что но как говорят местные хотелось бы конечно быстрее я работала еще в украинские времена в банковской сфере сфере страхования на европейские компании после 2014 года моя компания с крыма ушла и для финансиста у меня финансовое образование я заканчивала институт здесь в крыму по специальности финансы получается я ушла в госбюджетный сектор но но отработав там для себя поняла что в бюджете у нас все довольно такие печально и так получилось что занялась блогингом путешествиями и сейчас веду тоже свой блог о путешествиях и реализуюсь в этой сфере вот в крыму живу я уже говорила всю свою сознательную жизнь живу в симферополе да и есть такое но всегда было и в украинские времена и сейчас осталось это как говорится наследие мы даже говорим что есть крыма есть материк кстати такая же фишечка и у жителей камчатки я заметила они также говорят наш полуостров и материк да есть в крыму как сказать такая особенность что мы всегда с кем-то вместе но мы всегда немножечко отдельно ото всех может быть в силу того что у нас идет сухопутная до сообщения мы выезжаем на материк плюс еще здесь своя специфика жизни я вот обращала внимание что крымчане они более замедленные более такие как сказать наполненные жизнью а выезжаешь на материк там все бегут спешат куда-то бизнес деньги вот но я думаю это специфика южных регионов когда ты согреть солнышком когда у тебя все благо как говорится природы есть жизнь она легче течет можно так сказать вот плюс еще крым это отдельно а севастополь это еще были отдельные регионы в регионе и жители тоже всегда считают что они более обособленные от остальной но вместе по поводу связи по поводу наличия материковых компаний тоже у крыма есть специфика она в принципе за тот период когда крым составе россии не поменялось у нас здесь несколько всего банков это рнкб генбанк вот и с украинских времен еще несколько банков вот не всегда работают как сказать материковые мтс карты и других операторов надо учитывать эту специфику бывает что даже не принимают карты других банков в кафе не проходит платеж но обычно мир работает но сбои бывают вот с картой ехать можно но желательно чтобы это была мировская карта в принципе терминалы стоят даже сейчас на рынке у молочников рассчитаться можно у нас нет пятерочки у нас нет магнита но не скажу что это сильно крымчан волнует потому что есть свои хорошие магазины сетевые и причем наши сетевые магазины они закупают продукцию именно у крымских производителей молочка фрукты овощи она скажу в крыму высокого качества я сравнивала с материковой молочкой очень вкусная и мне многие кто живет кто жил в крыму но уехал на материк всегда говорят что они скучают по нашим крымским продуктам особенно по овощам и фруктам потому что они очень вкусные теперь я что касается безопасности в крыму когда я начал публиковать материалы о крыме своих соцсетях первый вопрос был о том как там дела сейчас я конечно понимаю людей и сейчас все запуганы новостями но могу сказать что ничем не отличается ситуация от других регионов я проехал все побережье и никаких проблем не испытал все тихо и спокойно местные ждут туристов все работает и спокойно люди гуляют по набережным единственное как по мне сложно сегодняшнего дня это не работающий аэропорт но ехать вам сюда или нет конечно же решать вам сейчас такие события насколько повлияло сильно вот на вашу деятельность все что происходит в мире принципе ну понимаете что эти события они как крыма касаются напрямую да то есть как бы за крым фактически все это как путем от происходит также да и мы каждый сидим как на иголках мы нам очень тяжело все это принять понять как бы все это осознавать психологически перу очень тяжело ну за эти санкции у нас случились еще с четырнадцатого года можем это привыкли жить и особой проблемы нет то есть но вашим на к основной вас не в основном а только россия то есть до тринадцатого года нам удалось продавать вино в норвегию в данию там гонконг к сожалению там воспринимали вот российское вино с с недоверием каким-то нас скептицизмом ну смотрите у нас маленько очень хозяйство я всю жизнь был вовлечен в процесс как бы торговлю вином я знаю много производителей много людей которые являются экспертами какими-то лидерами мнения в европе в мире там кто влияет на процесс как бы там торговлю вином в целом и для людей глубоко увлеченными этими вещами очень интересно всегда попробовать вино из известного сорта но из нового места для того чтобы зная сорт знаю технологию на вкус определить что за теруар какой у него потенциал то есть и людей с подобными интересами в мире очень много то есть они рассосредоточен по всему миру то есть я будучи сам таким же до общаясь как бы вот с подобного рода людьми понимаю что именно на наше вино был интерес среди вот таких экспертов как бы таких знаете задротов которые очень глубоко и далеко ушли в мире вина в его понимании то есть мы для таких людей работали то есть и понятие найти там российского вина да в целом россии уже только российское вино на самом деле тоже не совсем сформировалась сегодня так куда ему двигаться какое оно должно быть это мелкие производители которые это классно либо крупные которые пытаются страну напоить чем-то дешевым то есть здесь отрасль она тоже у нас развивается закон недавно только вине появился еще она не сформировалась до конца и такого а принято что у российской вину как бы нету у него нет общего какого-то имиджа общего стремления там иерархий и так далее только зарождается повторяю эта вся история поэтому что касается нашего хозяйства то есть я общался с но не знаю теми же сами лес которыми когда-то участвовал в конкурсах то название лучше с вами европы да и они горю паша от молодец круто давай присылай вот я им посылаю дочек глаз давай там но это не по книге это поставки там что во всех магазинах там норвегии будет продаваться нашли но мне это нет никакой смысла в этом то есть мы продавали точечно конкретным людям которым это нам нужно и важно который вот находится на этой стадии понимания вина и с нашими объемами это было бы вполне достаточно но на сегодняшний день у нас нет никакой возможности не то чтобы продаваться в европе даже экспонировать даже находиться сельхозпродукции с крыма и севастополя не имеет право на территории евросоюза да это в одной выставке тоже долго в одну комьюнити нас принимали производители вин без серы и вот в берлине должна была быть выставка этому там отправили вино кто-то что об этом узнал на жаловался властям германии власти германии говорят организатором выставит пустите этого закроем всю выставку у нас на стене стояла такая табличка том что согласно нам закону такому-то европейского союза наша продукция ними право экспонируется поэтому ссоре ничего не будет но правда вечером устроили там приватной party с нашими но все были довольны все пришли но тем не менее в официально мы не имеем права участвовать там ни в чем и это конечно нужно очень неприятно потому что я многие годы даже до того как создать свое собственное вино пытался выстроить эти связи как то еще закрепиться да то есть понимать кому куда в мире нужно продавать для того чтобы в тот период года у виноделов у всех он есть когда как раз сезон ну то лет это борьба за урожай осенью мы собственно просто минификация на 20 сезон виноделия а вот где-то с конца середины декабря по началом марта это время как раз который в мире происходит все винные события такие выставки салоны гастромички ужин когда виноделы могут покинуть свое хозяйство и там где-то заниматься вот как бы такими продажами презентациями я даже хотел ездить на этом в париж в нью-йорк токио а сейчас мне нужно ездить в екатеринбург омск значит и санкт-петербург то есть она немножко по-другому а где больше всего в москве конечно москве я просто видел ваша вино в питере винотеки по весе в самую во многих городах миллионников есть но повторяю мы в основном в каких-то таких местах где люди очень хорошо разбираются в вене где смели высокого уровня которые умеют работать с вином и у которых есть аудитория которую можно было бы чем-то удивить когда приходят люди которые там хотят что-то познать новой и земле была авторитетом и знаниями чтобы им это дать таких на самом деле мест не так уж много друге к павлу я заехал в еще одну локацию которую советую вам тоже посетить это водопад джур джур самый мощный водопад в крыму но конечно не единственный сам водопад находится на высоте 468 метров над уровнем моря высота его 15 метров как до него добраться необходимо доехать до села генеральская здесь есть небольшая стоянка и вы увидите небольшое количество местных на уазиках они организовывают поездки на водопад на своим авто туда не доехать но можно прогуляться пешком идти около километра местные конечно нагло навязывают свои услуги и если честно лучше их не слушать я все же согласился на поездку так как хотелось поболтать с местными о жизни и приехав на место мы пошли по лестнице и вышли к красавцу водопаду еще один плюс путешествие не в сезон это отсутствие туристов сам водопад очень крутой есть мостики сделаны дорожки купаться здесь кстати запрещено здесь сумрачно диковатая красивая природа вздымаются к небу проросшие лесом отвесные склоны и ущелья вокруг водопада груда лежат камни поросшим хома воздух постоянно влажный в целом локация хорошая и для посещения я ее отметил в своей карте мест крыма и ссылочку оставил в описании дальше мой путь лежал в самый популярный город крыма ялта здесь у меня в списке было посещение массандровского дворца и просто прогулка по городу а самой ялте в целом говорить ничего не буду город красивые кипит бурная жизнь даже в нетуристическое время отличная набережная все реставрирует много красивых вилл домов современные рестораны все спокойно и так и манит просто посидеть на набережной и любоваться морем в целом о ялте вы и так все знаете а я поехал в жемчужину этого города массандровский дворец потому что сам дворец просто великолепный похож на резиденцию эпохи французского возрождения и изначально строился для князя воронцова но в 1882 году владелец участка земли верхней массандре скончался они достроенные здания в местности усеянность скалистыми гротами источниками приобрели для царской фамилии александра второго советские годы доступ сюда был ограничен затем памятник архитектуры стал государственной дачей где отдыхал сталин и другие важные правительственные чины в 1992 году дворец наконец-то открыли для посещения а позже и вовсе превратили его в музей посвященной царской династии романовых я конечно же прогулялся по территории и потом купил билет за 400 рублей на экскурсию внутри здания здесь безусловно шикарные залы много всего сделано из дерева камин и лестницы короче очень красивое место и возьмите обязательно аудиогид и просто побродите по залам как сделал это я ну а дальше поговорим о местных что по транспортным здесь момент автобусы логистика транспортная логистика в крыму хорошо развита даже в мелкие поселки ходят автобусы ходят хорошо в такие крупные города как евпатория севастополь есть электрички я считаю опять же сравнивая с материком что логистика транспортная в крыму очень хорошо налажено и постоянно в этом деле делаются шаги сейчас немножко это под заглохла но планируется даже есть проект строительства аэроэкспресса с аэропорта симферополь с нового и внедрение его как бы уже в действующую жде систему крыма вот по поводу поездов конечно очень напрягает момент что поезд с крымского моста он идет сначала на джанкой а потом спускается вниз это еще наследие украинских железных дорог при этом турист тратит где-то пять часов плюс по передвижению по самому крыму любишь да я вот больше не вижу другого для себя места для жизни со всеми его плюсами минусами но ты пока живешь здесь учишься справляться в крыму есть все море горы если ты не ленивый рукожоп и работу можно найти и денег заработать дай бог чтоб все устаканилось курортная сфера я считаю очень большой потенциал у курортной сферы крыма единственное крымчанам ну и тем кто сюда будет инвестировать надо понять что это не будет вот так сразу и нельзя просто выжать все соки и получить доход что сюда надо будет вкладываться вот но крым я люблю если вы спросите меня какая самая топовая локация крыма я без любых сомнений скажу вам посетить винный парк японский сад все это находится в отеле мрия резерт о самом отеле в этом выпуске ничего говорить не буду но территорию его я не могу пропустить это одна из самых лучших парковых зон в россии вот совсем без сомнений первое что рекомендую посетить это винный парк это огромная территория с различными деревьями зонами отдыха необычными скульптурами искусственными озерами ресторанами подвесными мостами и все это можно спокойно посетить без проживания в самом отеле доминантой всего места является башня высотой 45 метров где я записался на экскурсию с дегустацией вин российского производства вот об этой экскурсии хочу рассказать подробнее и в ходе вас встретит экскурсовод и начнет погружение в пространство тем что предложит вам попробовать вино у робота да не удивляйтесь железная рука робота после выбора вами вина обслужит вас и нальет бокальчик вина довольно интересная локация далее погружаясь в мир вина вас проведут саму винодельню винодельня гравитационного типа и насчитывает четыре уровня спускаясь по которым виноград бережно и органично перевоплощается вино а это значит что путешествие наше пройдет под землей первый уровень это зал приемки винограда в этой зоне винодельни происходят первые операции создания вина благодаря панорамному остеклению можно рассмотреть всю линию дальше по очень атмосферной лестнице мы спустились зал ферментации здесь происходят основные процессы винификации и превращение сусла полученного на предыдущем этапе в молодое вино меня поразил этот зал 24 парящие емкости это стальные ферментаторы итальянской компании каждая объемом 4100 литров то есть общий объем достигает практически 100 тысяч литров следующий уровень агора только представьте мы оказались на глубине 24 метров а прямо под нами предстала зеркальная площадь внутри куба масштабного и при этом будто невесомого расположенного в центре озера следующий уровень был зона хранения вина в таких бетонных бочках и огромный зал финального хранения в деревянных бочках если честно это все поражает конструкция очень крутая все стильно и красиво а финалом программы была дегустация вин на высоте 45 метров это просто невероятное место здесь открывается вид на море горы отель и виноградники опытный сомелье рассказывал нам о винах и мы провели около двух часов на смотровой короче это очень погружающее мероприятие которое я крайне рекомендую вам посетить такого вы точно не найдете нигде в россии следующая локация это японский сад созданный по замыслу японского архитектора широ наканы территория сада разделена на три террасы и занимает 6 гектаров здесь раскинулись водопады ручьи и пруды с парящими камнями они обычный пейзаж сформировали растения привезены из заповедников японии и европы их здесь свыше трех тысяч видов деревья кустарники цветы травы и мхи создают фантастическую картину это не просто удивительная коллекция флоры настоящая энциклопедия японской философии сосны выращенные форме бонсай и символизируют долголетие камни олицетворяют мужскую силу а вода женское начало для создания традиционных строений и сложного ландшафта из японии морем доставили дерево и 1700 тонн камней вулканической породы ворота сада чайный домик храм медитации дзендо и имение сегуна построены из японского кипариса согласно канонам аутентичной архитектуры без единого гвоздя мостики тропинки термальные купели каждый элемент не случайен и таит глубокую религиозную мудрость я попал на цветение саку вы просто посмотрите как круто выглядит это все аромат стоял просто невероятный финалом прогулки было купание в термальных купелях это изюминка японского сада вода здесь комфортной температуры обогащенная полезными минералами и микроэлементами расслабляет и успокаивает а фантастические пейзажи сада и бескрайнего моря дарят чувство реального кайфа это я постарался очень кратко рассказать об этой локации честно можно посвятить целый выпуск этой локации но пожалуй продолжу свой выпуск вот горох растет видите мы специально садим в качестве сидерата он аккумулирует азот из воздуха у себя на корнях и когда он цветет мы его запахиваем и тем самым увеличим количество азота вот на именно этом участке потому что именно на этом участке очень мало вот такие растения за сидераты лицо если честно но они сейчас на одно лицо то сейчас не сильно отличается невозможно для отличить сорт но суть в чем вот это называется штамп это плодовое звено вот видите почки если разрезать эту почку то в лупу можно увидеть зачатки гроздей то есть урожая следующего года он уже вот здесь находится довольно и в мае эти почки распустятся пойдут побеги они пойдут вверх на побегах в основании будут как раз эти грозни будут развиваться потом будет цветение потом у него наливаться буду превратится в урожай но на самом побеге будут листья в листьях в результате фотосинтеза образуются сахара и спускается по этому же побегу в гроздь и накапливаться в гроздях и причем какова площадь лицевой поверхности столько сахаров образовывается поэтому мы четко рассчитываем Какой высоты должен быть побег, сколько на нем должно быть грозит, сколько должно быть листьев И эти зеленые операции, это тогда, когда человек приходит, как раз убирает лишние листья Убирает лишние побеги, убирает лишние почки, вот на данный момент И в конце, когда мы соберем урожай, листья опадут Мы делаем обрезку, мы почти все это обрезаем И один из побегов, привязанный опять к проволоке, мы его меняем Вот это как раз побег прошлого года Понимаете, он был вертикальным И их было много Мы все убрали, вот они валяются, мы их измельчили А один из побегов оставили, это плодовое звено То есть какая-то система называется гуйо И мы каждый год меняем плодовое звено Обрезая 95% всех почек Эти почек, кстати, они образуются там, где на побеге лист крепится к побегу Вот сколько листьев, столько и почек Если не обрезать вообще виноград То будет такое количество урожая, такое количество зеленой массы Что этой зеленой массы, этого не хватит для того, чтобы напоить грозди сахаром Значит на поле у нас работает 12 человек Один человек обрабатывает 2 гектара В течение всего года То есть это обрезка Вот эта подвязка сухая называется Затем он начнет обламывать ненужные почки Затем он будет обламывать ненужные побеги Затем он будет убирать ненужные листья Затем он будет уменьшать длину побега, если это нужно И затем уже все вместе мы будем собирать урожай То есть один человек вполне успевает сделать 2 гектара у нас В нашей схеме посадки У нас 2 метра между рядами, метра между лозами У нас 5 тысяч лоз на гектар Минификация, вот там на улице мы обычно ставим бродом для переработки винограда Сейчас мы его увезли, его нет, здесь только остались емкости Ну на сезон мы его привозим, естественно Вот в таких емкостях бродит красное вино Мы еще 3 штуки ставим в этом ряду А в таких емкостях бродит белое вино Но тоже не все, еще есть некоторая часть белого, которая бродит в почве То есть в прессу сводится виноград, раздавили, вытек сок Сок помещается вот сюда Еще не суток у наседает, образуется такая мякоть Ну при прессовании она всегда Мы открываем кран выше этой мякоть И сливаем другую емкость в чистый прозрачный сок И он бродит То есть дрожжи, которые есть на поверхности ягод Они смываются при прессовании в сам сок Начнет размножаться И они превращают в сахар в спид Когда сахара не осталось, получается уже фактически тихое вино В течение какого-то количества времени он выдерживается Вся взвесия седает в виде осадка И затем мы его разливаем То есть здесь все очень натурально Без каких бы то ни было сложностей И получается, что сорочная обработка ягоды Вот это оторвать от меня? Нет, нет, это есть машины специальные Вот и как раз сейчас нет Мы их привозим на сезон винограда Называется оборудование на переработке винограда Вот когда я показывал вам горох То, что у нас на Рислинге, например, очень малое количество азота А азот в соке винограда нужен как строительный материал дрожжевой клетки То есть клетка питается сахаром Сахар превращается в углекислый газ и спирт Ой, да А азот нужен просто, чтобы эта популяция дрожжей выросла И когда этого азота мало Получается недоброды То есть не успевают колонии дрожжей в таком количестве появиться Чтобы сажать весь сахар И получается то, что вы видите сейчас То есть То есть по факту Собрали виноград Поставили бродить И потом То есть, короче, это непрерывный Годичный цикл То есть это как бы Сезонный так больше Да, да, да Мы знаем каждый месяц, что мы будем делать И работы не повторяются никогда То есть все 12 месяцев мы делаем что-то новое Это она же так стоит просто Ну, кстати, по году санкции Мы использовали оловянную капсулу сверху Но она попала в санкционный список Все заводы, которые ее делают Отказались работать с Россией И даже невозможно привезти через третьи страны Вот мы сейчас макаем сургучи А у нас не делают такие, да, что ли? Нет Вот этот подвал, который виноват в бочках Пену-нуар мы держим 18 месяцев Другие сорта где-то 24-36 Затем все смешивается в емкости Бутылируется Складываются вот такие контейнеры И затем уже клеится акцизная марка Этикетка И вино поступает в продажу Кстати, к Павлу можно приехать на экскурсию И прогуляться по винодельне А также посидеть у него в ресторане С видом на винограднике А еще недалеко от него есть интересная локация Это горный мужской монастырь Называется Чалтр-Мармара Расположен на обрыве горы Чалтр-Кая В полутора километрах на северо-запад От села Терновка На территории города Севастополя Дорога туда несложная Я на арендованном Киа Соренто С полным приводом доехал без проблем Там, если что, есть и пеший маршрут через лес Название Чалтр-Мармара Звучит, конечно же, необычно Происхождение его тоже до конца не ясно Чалтр по-татарски Решито Так местное население именует гору Где расположен монастырь И, если честно, это понятно Пещеры там были изначально Церковные служители воспользовались природным подарком Как по мне Ничего, что именовалось бы Мармаром Ныне в окрестностях Терновки нет Существует предположение, что в период Тредневековья Существовало поселение с таким названием Здесь в монастыре несколько ярусов Первый ярус представляет собой череду небольших углублений в скалах Они использовались для хозяйственных нужд Интереснее всего второй уровень Вдоль устроена галерея с каменными колоннами И здесь же сейчас есть небольшой храм в скале Разные комнаты, колокольня, кухня монахов еще здесь есть А также открывается отличная панорама на долину и местные районы Монастырь не всегда был в таком состоянии До 2008 года всего этого здесь не было От слова совсем Комплекс был абсолютно заброшен С водой и прочими благами цивилизации У монастыря, конечно же, есть проблемы Вся вода завозная, а та, что выпала с осадками Может накапливаться в специально осознанных для этого скальных емкостях Моей финальной точкой в Крыму стало западное побережье Крыма Добирался я сюда около трех часов из Севастополя Локация, которая меня тянула сюда, это мыс Джангуль На западном побережье еще можно застать вид Крыма до 2014 года Сюда только-только начинает заходить техника Начинается стройка и очень наглядно местами дорога Но не суть Мыс Джангуль – невероятное красивое место в Крыму Вообще говорят, что западное побережье самое недооцененное Здесь не так много мест для проживания Видимо, степь делает, конечно же, свое дело Ближайшее село к Джангулью – это село Оленевка Здесь я арендовал домик возле моря Бросил вещи и отправился к мысу Друзья, это что-то невероятное Табуны лошадей, обрывы, бирюзовое море и, конечно же, закат Это одно из самых живописных мест Республики Крым Ощущение, как будто ты стоишь на краю мира Здесь моя поездка по Крыму, собственно, и подошла к концу Наверное, находясь вот именно в этой точке Хочется сделать финал этого видео Это что такое Крым? Крым – это горы, Крым – это море Крым – это интересные люди Крым – это то место, в которое хочется вернуться Но знаете как? С одной стороны, в нем нет ничего особенного А вот с другой стороны, здесь все особенное Потому что необычные какие-то горы и скалы Необычное какое-то море Причем, знаете, в самых разных местах Оно абсолютно по-разному воспринимается Абсолютно по-разному выглядит Здесь какая-то своя атмосфера Атмосфера погружения в природу Блин, слушайте, я сейчас, честно, завершая это видео Вот сейчас сижу на закате Блин, просто вообще место какое-то Никого здесь нет Вообще, мне кажется, западная часть Крыма Какая-то недооцененная Здесь очень мало людей Здесь очень мало жилья Здесь вообще просто пустынные какие-то места Если, наверное, вы хотите посмотреть Вот такой пустынный Крым Даже в сезон Наверное, стоит приезжать вот именно сюда На западное побережье Приеду я сюда или нет еще раз Ну, с моим графиком путешествий Наверное, в ближайший год-два, наверное, нет Но я вижу здесь изменения Я вижу, что и крымчане И все, что вокруг вообще здесь происходит Оно внушает состояние того, что здесь будет еще лучше Потому что я вижу, как строятся дома Я вижу, как меняются вообще в целом жизни здесь людей Не так быстро, наверное, как хотелось бы Но это происходит И, наверное, знаете Хочется, конечно, подытожить все-таки Не хочется рассоливать концовку Наверное, единственное, что я всегда говорю И хочу еще раз, наверное, сказать Путешествуйте Не важно где По своей стране Не знаю Выезжайте куда-нибудь за границу Вообще, по мере своих возможностей Просто выезжайте в какой-то другой город Это позволяет больше познать мир Это позволяет больше увидеть людей Как они живут, узнать Вы расширяете себе кругозор И моя поездка в Крым Позволила мне понять Ну, на самом деле для себя очень много чего Интересного и глубинного внутри меня Я надеюсь, вам этот выпуск понравился Он был искренен Этот выпуск не нацелен на какой-то вау-эффект Там в кадрах, в тревел, в каких-то местах и так далее Этот выпуск был про людей и для людей Подписывайтесь Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok